Раз-раз. Рептилоид, это да ты? Да-да, я, привет. Привет, ты где сейчас? В Пипитре. А что ты там делаешь? Я, да чё, как обычно. Турнички, я понял. Турнички. Турнички, ледники с них снимаю, а потом пилю. Понял. Камеру ты забрал, как договаривались? Да, конфисковал. Ну, там поговорят, что у Ларина камеру купил. Ну, Ларина, знаешь, это типа Дукалис, помнишь, Казанова? Ну да, да, гой какой-то, короче. Ну, гой не гой, а надо будет, наверное, ему отписать, что я у него камеру покупал, а то он не знал. Ну да ладно, ты мне главное скажи, когда ты будешь тут, тута? После 20 февраля. Да. А конкретнее можешь сказать? Ну, конкретнее нет, но, скорее всего, 20 числа... Ты выдвигаешься? Нет, 20 числа, скорее всего, уже буду там. Уже буду здесь, а в Донецке, да? Да, 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 плюс-минус. Еще раз, тут с Нибиру связь плоховато, а еще раз когда? Ну, 20 февраля, плюс-минус пару дней. Понял, понял, понял. На месте. Ну что же, рептилоид, удачного тебе операции. Как ты сказал, где-где? В Пепитре. Да, да, именно там. Ну что, с нами был рептилоид, до новых встреч, пока. Часик, радость, чифер, сладость. Иганы, продолжаем делать обзоры с моей бабушкой. И сегодня у нас обзор на мужскую коллекцию Гоши Рубчинского. Ба, ты знаешь, что такое Гоша Рубчинский? Нет. Я тоже до этого времени не знал, но если вы не знаете, это какой-то оголтелый, моднейший, то ли дизайнер, то ли... Я даже не знаю, как его назвать, но когда я увидел его вещи, я немножечко офонарел. Ба, давай немножечко сделаем обзор. Итак, вот смотри, я открываю первую вкладочку. Вот смотри, видишь, это у нас куртка Гоши Рубчинского. Вот это. Ну, понятно. А как ты думаешь, сколько она стоит? Сейчас все дорого, конечно. Ну, как раньше, рублей 50, наверное. Рублей или гривен? Гривен, гривен. Гривен 50, да? Но смотри, она в рублях стоит 30 тысяч 400. Вот это дураки какие-то, если купить, кто ее. Ну, а что тут такого? Курска, как курска, обыкновенная курска. У меня такая в дочередной школе была. Да там и висит, и еще есть у нас твоя. Так что. Так это с девятого класса она висит, и то я вообще не знаю. Ладно, давай еще какую-нибудь шмотку. Нет, я тебе покажу самый цимис. Вот олимпиечка, посмотри, какая. Сейчас. Вот видишь, олимпиечка. Ну, как ты думаешь? Ну, какая она некрасивая. Хорошая курточка. Спортивная курточка. Ну, стоит она, ну, как раньше, ну, как раньше. Ну, может... 30 кусков бы. 30 тысяч. А, боже мой. Гривен 200, может быть. А вот смотри, ба, концептуальный. Это свитер, свитерочек. Вот. Как ты думаешь, сколько он стоит? Покупалась свитера за 60 гривен. Ну, это когда было? Еще перед Маковейским восстанием. Не знаю. Помнишь Маковейское восстание? Ну, когда б не было, но таких цен нету сейчас. Это он загибает там. А цен таких нету, и никто не купит до 30. Ну, тебе этот свитер ничего не напоминает? Ну, а что тут? Ну, я тебе вот сейчас покажу. Вот. Хиконам сначала покажу. Знакомая вещь Хиконы? Вот. Этот свитерок тебе ничего не напоминает? Только если тут написать 1984. Ну, и как ты думаешь, сколько этот цвет, так он из чистой шерсти. Извини. А тут... Сейчас, где тут материал какой? Шерсть и акрил. А тут чистая шерсть. Итак, открываем следующий свитер за 26 тысяч рублей. Что ты скажешь по этому поводу? Ой, что я скажу. У нас таких свитеров, они стоили копейки. Копейки. А теперь за 26 тысяч. Он что, охренел? Кто у него купить такое, по такой цене? Ты посмотри, загнул. Вот тебе, как точно я была на рынке. Там тапочки. 600 гривен. 600 рублей. Тапочки обыкновенные, вот для бабушки тапочки. 600 рублей. Если они стоили раньше, 25. Рублей или гривен? Ну, гривен 25. Ну, что такое 25 на 2, 50 гривен. А сейчас 600. Так и эти свитера. От головы. Вот с небес. Посмотрел туда и сказал цену. И гнёть. Вам, может, тоже эти тапки были за 600 рублей от Гоши Рубчинского? Может. Может быть. От Гоши. Ого, загнул. Так. Не знаю. Ну, красиво жить. Это же за бренд он берёт за своё имя? Да, конечно, за бренд. Он по телевизору показывает. Всё так дёшево. Цепочка стоила 48 тысяч. Сейчас за 50, за 500 дают. Ещё и придачу вторую дают. Диван 990 рублей. Диван. Красивый диван 990 рублей. Я гляну, думаю, себе в два прихватить диванчик. А то у меня старый уже. Где-то такие цены. 990 рублей диван. А вот 30 тысяч свитер. 26 свитер. Да пошёл он вон. Давай, красиво жить не запретишь. Ну. Итак, следующая шмоточка. 30 тысяч. Ну, вот у нас тут недалеко живёт бомж. Гриша. Его зовут. Бомж. Он каждый день меняет свитера, куртки, пальто. И такие приличные вещи. Он бомж. Ему люди просто отдают. Да я говорю, у меня столько вещей. Если надо, пусть приедет я ему отдам, он продать по такой бросовой цене. А мне возвратить деньги. Ты хочешь, ты предлагаешь партнёрскую программу Гошу Рубчинскому? Не, не, не. Я с такими не дружу. Ну, так как это в Союзе называлось-то, когда он продаётся по завышенной цене на букву С? Спекуляция. Спекуляция, Вау. Ну, сейчас нет спекуляции. Это понятно. Но, по большому счёту, Гоша Рубчинский спекулянт. Спекулянт. Самый настоящий. Ну, вот такого спекулянта. Раньше спекулировали как? Вещи доставали. Их же нельзя было достать где-то, пойти и купить, и продать по высокой цене. А кто-то им там привёз через кого-то. Вот она ещё подороже продает. И называлась спекуляция. Ну, что бы, посмотрели мы несколько моделей Гоша Рубчинского. Как ты думаешь? Ну, я лично, ну, я не знаю. Вот, у меня такой же свитер, только бесплатный. Как ты думаешь, люди будут покупать эти вещи? Да я думаю, что будут. Будут. У кого дурные деньги, не заработанные, а дурные. Вот как раньше. Дом Селлинга влаживали деньги. Сколько таких, как я, дуракова, охмурили. Ты имеешь в виду пирамиды эти финансовые? Да, да, да. Я же 9 миллионов положила. Игра, ты объясни нашим зрителям, что такое эти 9 миллионов. Ну, это не в рублях, а в этих. Ну, тогда не было. Тогда это ерунда. Карбованцы там, да? Это в 90-е годы, это карбованцев не было, а были эти. Купоны. 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 Я 9 миллионов положила туда. Да, ну что ты расчет. Подарила. Подарила ему. Вот и сейчас, деньги-то сохранились, они ж нажили миллиарды, миллиарды. А куда им девать? Вот они, купил швитерочек и будешь, я лучше всех в этом швитерочке. Что для него этот швитер? И что для него это 25 тысяч? Да ничего. Такие, как мы не купим, и как ты не купишь. А вот такие... Ну, смотри, Ба, есть, к примеру, у меня куча денег, например. Да, все, я какой-нибудь Рокфеллер разбогател. Зачем я буду эти вещи покупать? Зачем? Ну, ради моды. Ради моды. Люди, швич, как, посмотрел, как стадо баранов, глянул и себе пошел, пошел. А другой купит за последние. Есть у кого мешок денег, или там 5 мешков, а у другого там собирал копейки. А посмотрите, ой, да я себе куплю, отдам последние деньги и куплю. Ради моды? Ради моды. То есть, Ба, ты нам косвенно говоришь, что люди бытла? Ты же говорила, как стадо. Получается так. Да. Ну, что, ребята, я не знаю. Тут, конечно, очень все странно на самом деле. Конечно, тут маркетинг. Нет, я, конечно, я не знаю, может, это я не прав, я что-то вообще не понимаю. Может быть, действительно, люди слушают разную музыку, людям нравится. И мода, это, конечно, вещь такая субъективная, но что-то я действительно в этой жизни, наверное, что-то не понимаю. Друзья мои, если у вас есть какое-то свое мнение, вы напишите в комментариях, потому что мы с бабушкой можем быть неправы. Конечно, конечно, друзья мои, потому что это все было наше личное субъективное мнение. И это, конечно же, не истина в последней инстанции. Так что, друзья мои, естественно, никого не хотели оскорбить. Это просто обзор на Гошу Рубчинского. Итак, друзья мои, ставьте классы, подписывайтесь на наш канал, донайте нас бабули на вещь-пакеты, заказывайте рекламу и сигну. Слайка на бабули Слава, до новых встреч, пока!